Коллеги, мы с вами начинаем работу. Сегодня мы говорим о новом предмете «Родная литература русская». И основной вопрос, на который сегодня постараемся ответить, как преподавать предмет. Мы с вами уже начали преподавание родной литературы в прошлом году, пятый класс. Ну, достаточно успешно во всех школах прошел. И вот сейчас у нас появилась программа новая, федеральная программа. До сей поры мы работали с вами либо по программе, которая была создана коллективом Института повышения квалификации, либо выписали собственные программы. Ну и, в общем-то, по отзывам, по откликам работа шла и шла достаточно результативно. Сейчас мы с вами получили новую программу и должны сжиться с ее содержанием, должны ее понять, должны понять, как с этой программой нам работать. Программа примерная вышла, вернее, утверждена, она была в сентябре 2020 года. Это федеральная программа «Авторский коллектив». Прописан на слайде, вы его видите. И если еще не начали работать с этой программой, если вы еще с ней не знакомы, можете скачать ее. Она в свободном доступе на сайте в госреестр.ру. Потом вы можете воспользоваться после вебинара моей презентацией. Все ссылочки активны, вы спокойно на них нажимаете и выходите туда, куда вам необходимо. Вот так вот будет выглядеть эта программа на сайте в госреестра. Она в формате документа, в формате PDF. Естественно, с документом работать легче. Вы его просто скачиваете и уже по своему усмотрению с ним работаете, что-то копируете, что-то берете для себя. Каковы же особенности курса родной русской литературы? На что мы должны с вами обращать внимание, от чего должны отталкиваться? Прежде всего, коллеги, очень важный момент, который нужно понимать, который нужно осознавать. Программа предмета «Родная литература русская» сопровождает и поддерживает учебный предмет литературы. Она ни в коем случае не дублирует этот предмет. Мы не найдем с вами одинаковых произведений. Мы увидим с вами авторов, которые есть и в основном курсе литературы, и в родной литературе. Но произведения будут совершенно другие. Программа сопровождает, еще раз повторяю, и поддерживает учебный предмет литературы. Между ними, конечно же, есть много общего. В каком плане мы это общее с вами должны увидеть? Ну, с одной стороны, конечно же, цели курса родной русской литературы имеют свою специфику. Потому что курс дополнительный, потому что курс поддерживающий, потому что курс входит в предметную область родной языка, родная литература. С другой стороны, у родной литературы и литературы есть достаточно много общего. И общая – это воспитательная функция. Мы всегда говорим о том, что литература воспитывает. Литература формирует личность ученика. И это на самом деле так. И задача воспитания достаточно сложная. Достаточно сложная, она прописана во всех наших нормативных документах. Мы должны воспитывать ученика. Мы должны формировать личность, которая обладает, согласно прописанным в программе целях, гуманистическим мировоззрением. Которая обладает национальным самосознанием, чувством патриотизма. Которая имеет интерес к родной литературе, к родной культуре. Которая приобщена к наследию своего народа и чувствует ответственность за сохранение этого наследия. В основу курса родной литературы заложена мысль о том, что литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Поэтому мы должны говорить о стратегической цели предмета родная литература. А стратегической целью является сохранение русского языка, русской литературы, русской культуры. Потому что это решает задачу обеспечения национальной безопасности. Мы с вами понимаем, в какое непростое время мы все сегодня живем. Фиксируется и смена культурно-ценностных ориентиров. И, к сожалению, происходит отрицание авторитетов и стирание в картине мира школьников границ между добром и злом. Поэтому наша с вами задача очень хорошо подумать над тем, как преподавать предмет, чтобы реализовать поставленные перед нами цели и задачи. И я, коллеги, уверена, что у нас это получится. Но получится только в том случае, если мы сумеем заинтересовать учеников, если мы сделаем содержание уроков живым, интересным, если мы постараемся избежать ходульности, сухости, лозунговости. И очень важный момент. Нужно понимать, как совмещать преподавание двух предметов – литературы и родной литературы. Никто не отрицает. Нельзя отрицать воспитательную функцию литературы. Наверное, всем литераторам, всем филологам, хорошо известный разработчик собственной системы преподавания литературы Евгений Николаевич Ильин говорил о том, что уроки литературы должны стать уроками жизни. Это на самом деле так. Поэтому перед нами ставится задача логично, эффективно, в соответствии с поставленными задачами, научиться выстраивать процесс обучения, процесс преподавания теперь уже двух предметов – литературы и родной литературы. Мы с вами сказали о том, что литература и родная литература имеют точки пересечения, что они похожи. Но такие же точки пересечения, черты сходства мы с вами увидим между родной литературой и между родным русским языком. Ну, помимо того, что они входят в одну предметную область – родной язык и родная литература, они еще имеют единый подход к представлению дидактического материала. Это культурно-исторический подход. И мы тоже об этом должны всегда помнить и выстраивать свои уроки в соответствии с этим подходом. В программе «Родная литература русская» выделяются три сквозных проблемно-тематических блока. Мы о них сегодня будем говорить. И каждый из этих блоков включает содержательные линии, в которые входят определенные концепты, в которые входят ключевые слова, которые вот как раз и отражают духовную культуру нашего народа и материальную культуру нашего народа. И мы должны все это рассматривать в исторической взаимосвязи. Как выстроен курс? Во-первых, какие произведения, произведения каких авторов предлагаются для изучения в программе «Родная литература»? Прежде всего, это произведения тех писателей, которые наиболее ярко воплотили национальную специфику русской литературы и русской культуры. Но эти произведения не входят в обязательный список произведений, которые представлены в курсе литературы. Это другие произведения, это новое произведение. С какими авторами мы с вами должны быть готовы работать? Прежде всего, это первый ряд национального литературного канона. Далее, это авторы, составляющие круг классиков литературы. Таким образом, мы расширяем литературный кругозор наших школьников. И третье, что мне очень нравится, и я думаю, вы меня поддержите, это произведения современных авторов. Мы всегда говорим о том, что нам не хватает таких произведений, произведений близких школьникам, понятных школьникам. И вот, наконец, такую возможность мы получаем. Конечно, произведения современников, ну, наверное, будут способствовать пробуждению интереса к чтению, пробуждению интереса к литературе. И через эти произведения мы потихонечку выходим на классические произведения. Как я уже говорила, программа содержит три сквозных проблемно-тематических блока. Сквозные, потому что в каждом классе эти блоки в программе и есть. Первый блок – Россия, Родина моя. Второй блок – русские традиции. И третий блок – русский характер, русская душа. Проблемно-тематические блоки объединяются сквозными линиями. Вот эти линии мы тоже с вами сейчас увидим. Будет представлена табличка, включающая все содержание. Ну, например, вот одна из линий «Родные просторы», «Русский лес», «Береза». То есть это ключевые слова и концепты, с которыми мы должны работать. Вот очень важный момент, следующий. Мы получаем возможность изучать произведения, которые выводят нас вместе с нашими учащимися на диалог искусств в русской культуре. Мы увидим в этих произведениях определенные образы, мотивы, которые будут отражаться средствами других видов искусства. Живописью, музыкой, искусством кино, искусством театра. Таким образом, мы можем говорить о переплетении разных видов искусств. Это тоже очень важно, и это тоже отсылает нас к формированию гармоничной личности. Вот в этой таблице представлена кратко, достаточно емко, мне кажется, очень наглядно, вся структура курса. Вот обратите внимание, коллеги, по горизонтали вы увидите как раз три основные блока, три раздела. В каждом классе они есть. Раздел первый «Россия, Родина моя», раздел второй «Русские традиции» и раздел третий «Русский характер, русская душа». Далее, ниже, содержательные линии, которые в каждом блоке прописываются. Ну вот, например, в разделе первом «Россия, Родина моя», первый тематический блок «Предание старины глубокой», следующие «Города земли русской» и «Родные просторы». А теперь давайте посмотрим, как наполняются эти блоки, эти содержательные линии по классам. Пятый класс, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Вы посмотрите, «Предание старины глубокой». В пятом классе мы изучаем малые жанры фольклора, русские народные литературные сказки. Шестой класс, обращаемся к русским былинам, богатыри и богатырства, былинные сюжеты и герои в русской литературе. Седьмой класс, русские народные песни. Восьмой класс, легендарный герой земли русской Иван Сусанин. И девятый класс, читаем произведения об Отечественной войне 1812 года в русском фольклоре и литературе. Вот смотрите, когда я прочла вот этот вот списочек, список тем, вы же понимаете, что в основном курсе литературы мы изучаем многие из этих тем. И, наверное, уже появляются какие-то мысли по поводу того, как сопровождать основной курс литературы курсом родная русская литература. Как, как говорится, параллелить. Следующая содержательная линия – это города земли русской в первом блоке. В пятом классе мы обращаемся к Москве. Москва в произведениях русских писателей. Шестой класс, русский север – это Архангельск. Седьмой класс, сибирский край. Восьмой – путешествуем по Золотому кольцу. И девятый класс, Петербург в русской литературе. Родные просторы. Вот здесь как раз встречаемся с концептами. Пятый класс – это русский лес. Шестой – стихи русских поэтов о зиме. Седьмой класс – русское поле. Восьмой – Волга, русская река. И девятый класс – степь раздольная. Следующий раздел или следующий блок тематический – русские традиции. Мы будем говорить о праздниках русского мира. В каждом классе рассматривается свой праздник. И название следующей линии – тепло родного дома. В пятом классе – это Рождество. И во второй линии – семейные ценности. В шестой класс – Масленица. И далее во второй линии – всюду родимую Русь. Узнаю эта тема представлена. Седьмой класс – Пасха, русские мастера. Восьмой – Троица и родство душ. И девятый класс – августовские спасы и родительский дом. Третий раздел – тоже сквозной блок. Он содержит уже три содержательные линии. Первая – не до ордена была бы Родина. Вторая линия – загадки русской души. И третья – о ваших ровесниках. И четвертая линия – лишь слово «Жизнь дана». Это вот как раз та линия, которая помогает нам увидеть интеграцию родного языка и родной литературы. Ну и вот опять мы видим с вами, что предлагается читать произведение следующее. О войне 12-го года, об обороне Севастополя. Мы все выше поднимаемся, шестой класс, седьмой класс – Первая мировая война, восьмой класс – Дети на войне и девятый – Великая Отечественная война. Кроме этого, будем говорить о парадоксах русского характера в пятом классе. Чудеса нужно делать своими руками. Шестой – долюшка женская. Сеятель – твой хранитель судьбы русских эмигрантов. Будем говорить в разделе «О ваших ровесниках». Мне кажется, это очень важный раздел. Он будет интересен нашим школьникам. Школьные контрольные, реальности мечты, взрослые и детские проблемы, пора взросления, прощания с детством. И список произведений, которые предлагаются в рамках этих содержательных линий, достаточно интересен. Но мы помним о том, что вы вправе и свои какие-то произведения предлагать для изучения. И последняя содержательная линия в третьем разделе «Лишь слову жизнь» дана. Пятый класс – родной язык, родная речь. Шестой – на русском языке, на русском дышем языке. Седьмой класс – такого языка на свете не бывало. Восьмой – язык поэзии. И девятый класс – преподаю к Великой реке. Очень такие поэтичные названия. Ну вот теперь нам нужно как-то научиться с этими темами и с произведениями, которые включены в данные разделы, работать. Коллеги, мы хотим вам очень помочь в разработке рабочих программ и в процессе преподавания родной литературы. Творческим коллективом Института повышения квалификации разработаны методические рекомендации по введению учебного предмета родная литература на уровне основного общего образования в Красноярском крае. Очень скоро, я надеюсь, эти методические рекомендации уйдут в территории и попадут к вам в руки. Если очень нужно получить их сейчас, разрабатывать вам необходимо, конечно же, свои рабочие программы, вы можете написать мне на почту, адрес будет на последнем слайде, и я отправлю вам проект. Пока еще рекомендации на утверждение, но вы можете воспользоваться проектом для того, чтобы облегчить себе работу. Задача методических рекомендаций – определить механизм введения предмета, специфику предмета, мы о ней сейчас уже немножечко сказали, и помочь разработать вам рабочие программы. При разработке методических рекомендаций мы, конечно же, опирались на все нормативные документы, мы опирались на федеральную программу, о которой мы уже сказали и рассмотрели сейчас очень коротко ее структуру, ее наполнение. И в том числе мы брали еще и нашу программу, которая была разработана в институте в 2019 году, по которой многие школы, я знаю, работали. Это программа «Родная литература». Мы, правда, основывались только на региональном компоненте. Каким образом можно вводить предмет в учебные планы? Мы с вами уже ввели родной русский язык, и получается преподавать, и все идет теперь достаточно гладко. Литературу мы вводим таким же точно образом. Школа сама решает, как вводить этот предмет, в каком количестве выделять часы. Первый вариант, он такой уже теперь традиционный, по нему идут многие школы, по этому пути идут многие школы. Это 0,5 часа в неделю. Одна неделя преподается русский язык, одна неделя преподается литература. Я имею в виду родной язык и родную литературу. Можно с концентрированным преподаванием, предположим, за 2,5 года уложиться, например, по одному часу в неделю. Мы также точно, как русский родной язык, рекомендуем родную литературу преподавать объемом 17 часов в год. Можно предусмотреть какие-то иные варианты, например, погружение. Но мне лично кажется, что все-таки более логичен первый вариант, тем более если мы говорим о том, что нужно параллельно преподавать литературу и родную литературу. И вот уже, наверное, многие поняли, как эту параллельность можно соблюсти. В данной таблице как раз предложено такое сравнение программы федеральной, что предлагают нам в этой программе, и наш вариант введения предмета. Вот, коллеги, вы видите, что федеральная программа отводит всего на изучение родной литературы 170 часов с 5 по 9 класс. Мы предлагаем уложиться в 85 часов. Из этого времени на инвариантную часть, то есть обязательную часть, отводится 67 учебных часов, и на вариативную часть, часть которую мы сами вправе наполнять, сами вправе выбирать произведение для изучения, 18 учебных часов. На год, соответственно, федеральная программа предлагает 34 часа, из них вариативная часть 7 часов, но, наверное, все-таки не каждая школа может позволить себе этот объем часов, поэтому мы сокращаемся до 17 из них на вариативную часть. В пятом, шестом и девятом классе 4 часа отводим, в седьмом классе и восьмом 3. Конечно, мало, конечно, хотелось бы больше, но иначе у нас пока не получается, поэтому, ну, как говорится, будем рады и тому, что есть. Будем использовать и это количество часов. Особенности курса, еще раз повторяюсь, в том, что в нем есть инвариантная часть и часть вариативная. И в федеральной программе написано о том, что в вариативную часть могут включаться произведения регионального компонента. И, конечно, мы этому очень рады, потому что литература Красноярского края богата. И я всегда говорю о том, что нам есть кем гордиться. У нас очень много талантливых авторов. И что очень приятно, и что очень важно, очень много молодых авторов и очень много произведений, которые будут интересны нашим школьникам, молодому нашему поколению. Чем наполнять вариативный компонент? Коллеги, то, что я сейчас озвучиваю, это рекомендации. Это рекомендации. Вы можете идти своим путем. Вы можете редактировать, корректировать то, что мы предлагаем. Но вот костяк для вашей работы мы уже создали. Итак, посмотрите, пожалуйста. Опять же, таблица, две колоночки. Структура федеральной программы, три тематических блока, о которых мы уже с вами сказали. Россия, Родина моя, русские традиции, русский характер, русская душа. И если мы обратимся с вами к нашей региональной программе, по которой работали, у нас тоже весь материал укомплектован в тематические блоки. Но они не сквозные. Каждый класс проходило изучение в каждом классе по своей определенной теме. В пятом классе все произведения были подобраны по тему «Сибирская природа. Сибиряк на своей земле». В шестом классе «Сибирская семья». В седьмом классе «Мастера и умельцы земли русской». В восьмом «Этика сибиряка». И девятый класс «Человек, род, память». И вы видите, что наши блоки очень хорошо пересекаются, очень хорошо перекликаются с блоками, предложенными в федеральной программе. Поэтому не составит особого труда подбирать произведения для вариативного компонента так, чтобы соблюдалась логика изучения. Я вам сейчас на примере пятого класса покажу, что у нас получилось. И если вам понравится эта идея, если вы ее одобрите, то, пожалуйста, можете использовать в своих рабочих программах, в своей работе. Вот раздел первый. «Россия, родина моя». В федеральной программе на него отводится 9 часов. Мы, если, конечно, учебное время сокращаем, не можем себе позволить такую роскошь, отводить 9 часов на этот раздел. Мы сокращаем до 4. В наших методических рекомендациях все это прописано. Все разделы и все темы уже разбиты по часам. Вам будет достаточно легко ориентироваться. То есть ничего заново высчитывать не нужно. Все уже сделано за вас. Итак, «Россия, родина моя». И первая содержательная линия – «Предание старины глубокой». Вы видите, что нам предлагают обратиться вновь к пословицам и поговоркам о родине, России, русском народе, изучать русские народные литературные сказки и, в частности, знакомиться со сказкой «Лиса и недведь». Вариативный компонент. Чем заполнить? Вот наше предложение. Пословица народов Сибири. На что обратить внимание? На отражение традиций, быта, языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера. И, может быть, вы вместе со своими учениками захотите прочесть сказку ивенкийскую «Почему олень быстро бегает» или немецкую «Белый медведь и бурый медведь». Очень логично, получается, встроиться нам в федеральную программу со своими произведениями. Следующая содержательная линия в первом разделе «Родные просторы». Вот он, концепт появляется. «Русский лес». И какие произведения нам предлагают для изучения? «Соколов, Микитов. Русский лес», «Кольцов. Русский лес», «Рождественский береза», «Салаухин. Седьмую ночь без перерыва». Но у нас есть поэты Красноярского края, которые тоже писали о русском лесе и писали о символе России, о березе. «Лисовский», «Стихотворение березка», «Зори ихни», «Карликовая березка», «Гайдук в барах и раздольях». Вся вариативная часть «Два часа». Получается, что на пословице и сказке «Один час» и на тему поэты Красноярского края о родной природе тоже «Один час». Все очень логично и, мне кажется, достаточно красиво получается. Двигаемся дальше. Пятый класс опять же рассматриваем его пока. Раздел второй «Русские традиции». В федеральной программе на него отводится 9 часов. Мы сокращаем опять же до 4. Большего себе позволить не можем. Содержательная линия «Тепло родного дома», «Семейные ценности». Вот ключевые слова, на которых мы должны с вами строить процесс преподавания. Обращаемся к каким произведениям. «Крылов дерева», «Бунин снежный бык» и «Белов скворцы». И вариативную часть, правда, всего лишь один час нам получается отвести на изучение произведений наших региональных писателей. Вариативную часть мы предлагаем наполнить по вашему выбору, по выбору учителя. Либо прочесть произведение Астафьева «Белогрудка», либо обратиться к произведению Валиева «Воробышек». Если продумать очень хорошо, придумать какие-то формы, продумать особым образом процесс преподавания, может быть, у вас получится за этот час два произведения изучить, но тогда нужна, конечно же, возможно, групповая работа или какие-то особые формы работы. Здесь, коллеги, все отдается вам на откуп. Следующий раздел, третий, «Русский характер», «Русская душа». Девять часов в федеральной программе мы предлагаем этот раздел изучить за пять часов, чтобы уместить все содержание в 17 часов в год. О ваших ровесниках. Называется «Школьный контрольный» этот раздел. Чуковский фрагмент из «Серебряного герба» и «Геваргизов. Контрольный диктант». Небольшое произведение, но достаточно интересно читается. Вариативную часть мы предлагаем вставить рассказ Волокитина «Светка, синяя беретка». Очень хорошее произведение, там есть о чем поговорить. Детьми воспринимается очень хорошо, читается легко и работа такая достаточно интересная получается. Будем говорить с вами об изображении детского характера, об утверждении идеи человеческого великодушия. Вновь мы с вами видим очень такую хорошую логику. Наши произведения, произведения региональных авторов, достаточно хорошо вплетаются в федеральную программу. Все получается логично и красиво. Я не могу, коллеги, не сказать, и честно об этом говорю, что список произведений, который предлагается для изучения в инвариантной части программы, избыточен для 17 часов. Поэтому рекомендуется самостоятельно отбирать произведения, ориентируясь на собственный литературный вкус, на ваш литературный вкус, на ваши возможности, на учебные возможности школьников. Нам нужно будет продумывать формы занятий, которые позволили бы проанализировать как можно большее количество художественных текстов. Но здесь, наверное, все-таки не нужно гнаться за количеством. Наша задача – качественно преподавать, качественно анализировать художественные тексты. Ну и, естественно, выбор произведений нужно осуществлять с учетом их доступности. Потому что сейчас у нас в школах пока еще учебников нет. Мне задают много вопросов по поводу учебников, и я вот здесь вижу уже в чате такие вопросы были. Я по поводу учебников обязательно вам все расскажу, расскажу все, что знаю. Поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, со списком произведений в инвариантной части. И уже, ну, что называется, под себя их отбирайте. Хотя вот мне лично, честно говоря, сложно что-то выбрасывать. Мне кажется, там все достаточно так логично и интересно. Поэтому что мы должны с вами делать? Мы должны, конечно же, продумывать формы учебных занятий. Мы предлагаем разные формы, которые вы можете использовать. Наверняка в ваших копилках есть и другие продуктивные, уже испробованные, испытанные вами формы занятий, которые вы полюбили и которые применяете в своей деятельности. В методических рекомендациях вам предложена большая таблица. Я сейчас на слайде разместила только ее фрагмент. В этой таблице вы, конечно же, найдете разделы, рекомендуемое количество часов на каждый раздел, предметные тематические линии, рекомендуемое количество часов на каждую тематическую линию. И вот мне кажется, очень важное такое подспорье. Первая колоночка – тема и основное содержание урока. Следующая – форма урока. Характеристика основных видов деятельности учащихся на уровне учебных действий и рекомендуемое количество часов. Вот опять же все по пятому классу. Я вам здесь показываю, чтобы мы с вами понимали вообще логику содержания и логику преподавания. Опять же семейные ценности и мир детства – вариативная часть. Мы предлагаем вам вместе со школьниками проектировать мультфильм или создавать какие-то циклы, возможно, сюжетных картинок. На это один час. И вариативный компонент, либо белогрудка, либо воробушек, можно выйти на дискуссию. Можно взять какой-то фрагмент для изучения, поработать с этим фрагментом, возможно, его пересказать, охарактеризовать героев и дискуссии. В пятом классе мы 40 минут или 45 минут дискуссию разворачивать, конечно, не будем. 15-20 минут для этого будет вполне достаточно. Чем еще мы можем вам помочь? Для вариативного компонента наши коллеги из Красноярской краевой детской библиотеки создали мультимедийную хрестоматию. Называется она «Писатели Красноярья детям». Со 2 по 9 класс можно работать с этой хрестоматией. И еще раз говорю, в презентации все ссылочки будут активны. Вы абсолютно свободно получаете доступ к этой хрестоматии. Она в открытом доступе. Ничего, ни за что платить не нужно. Когда вы пройдете по ссылочке, вы увидите вот такую красивую страницу. «Писатели Красноярья детям». Обратите внимание, вы можете ознакомиться с биографиями 27 красноярских писателей. Вы можете прочитать тексты 120 произведений. Причем тексты с иллюстрациями, с фотографиями, с автографами авторов. Там же будут викторины по их произведениям. Это замечательный ресурс. Ну вот здесь в скриншот не вошел список этих самых 27 красноярских писателей. Там активные ссылочки. Если вы, предположим, кликните на фамилию Николая Ивановича Волокитина, мы с вами говорили о том, что мы рекомендуем в вариативный компонент вставлять его рассказ «Светка, синяя беретка», то, что найдете на этой странице. Литература об авторе, список произведений, художники-иллюстраторы и четыре его произведения. Не только «Светку, синюю беретку». Чем хорош этот ресурс? Он, конечно, богат, содержательно богат, но и импонирует тем, что наши коллеги подумали еще и о нашем с вами здоровье и о здоровье наших детей на наших глазках, потому что зрение у детей очень испортилось за время дистанционной работы. Это у нас с вами произошло то же самое. И вот кто работает с электронными книгами, вы помните фон, да? Такой достаточно щадящий, очень спокойный, без всяких отблесков. Приятно читать и глаза не устают. Вот на таком же точно фоне располагаются все произведения этого проекта. Вот небольшой кусочек, небольшой скриншот я вам показываю. Вы видите, достаточно спокойный фон плюс иллюстрации. Что меня очень радует как словесника, это отсутствие ошибок, потому что мы с вами прекрасно знаем, если выходишь в интернет и ищешь какие-то тексты, то зачастую встречаешься с текстами не очень качественно оформленными, с текстами, содержащими ошибки. Очень часто это ошибки пунктационные. И здесь, во всяком случае, вот в тех текстах, которые я прочитала, все чисто. Они грамотные и красиво, качественно расположенные, пропечатанные. Поэтому, пожалуйста, коллеги, пользуйтесь. Это для вас, для ваших детей. Это в открытом доступе. Про итоговую аттестацию задают вопросы. Так же точно, как по родному языку, по родной литературе, итоговая аттестация будет проводиться обязательно. Но, естественно, не в форме УГ и не в форме ЕГЭ. Образовательная организация самостоятельно определяет виды и формы промежуточной и итоговой аттестации. И мы в методических рекомендациях об этих формах тоже говорим. Мы их предлагаем. И вот, в частности, всегда много вопросов задают по девятому классу. Дети перегружены, может быть, не совсем мотивированы. Что делать? Как проводить итоговую аттестацию? Мы предлагаем создать итоговый проект, который назвали «Искусство быть читателем». Чем этот проект хорош? Он хорош тем, что создается постепенно, без особого напряжения. Он создается с пятого по девятый класс. То есть каждый класс, в каждом классе, лучше так сказать, изучение родной литературы заканчивается каким-то небольшим проектом, каким-то продуктом, как сейчас говорят. И эти продукты все складываются в портфолио, которое школьники будут представлять в девятом классе, таким образом выходя на итоговую аттестацию. Ну вот, в пятом классе мы предлагаем первый этап реализовать проекта. Он называется «Художник-иллюстратор». Шестой класс «Письмо литературному герою». Седьмой класс «Отзыв о книге». Восьмой класс «Интервью с писателем. 10 вопросов о литературе и жизни». И девятый класс «Эссе. Моя любимая книга». И выходим на представление всего портфолио «Искусство быть читателем». Вот такая вот табличка еще вам предлагается, более расширенная, более подробная. Пятый класс мы начинаем с чего? Мы на первом уроке показываем детям замечательную книжку, которая называется «Стрижонок-скрип». Эта книжка иллюстрирована детьми. Вы ее покажите, пожалуйста, заинтересуйте и нацельте пятиклассников на то, чтобы они, изучая произведение в течение года, выбрали какое-то одно или два, может быть, если кто-то захочет, которое их особенно зацепило, которое им особенно понравилось, и проиллюстрировали его. Вот иногда говорят, ой, ну что вы, это так сложно. Да это не сложно. Иллюстрацию ведь можно создать на листе Ватмана, иллюстрацию можно создать на обычном альбомном листе, на листе А4. Карандаши цветные, фломастеры, восковые нюки ведь есть у каждого ребенка. Поэтому это несложно. Самое главное – правильно детей настроить. Нужно сделать, чтобы им было интересно, и тогда они будут работать. Шестой класс – письмо литературному герою. Вот есть же произведения, которые нравятся. Может быть, в этих произведениях есть какие-то спорные моменты. Может быть, там есть герой, с которого хочется взять пример. Или наоборот, это герой, который не нравится. Почему бы не написать этому герою письмо и не побеседовать с ним? И вкладываем в портфолио это письмо. Но если школьник любит рисовать, если он любит иллюстрировать, а может быть, он не просто на бумаге иллюстрацию создаст, а еще и в электронном варианте в шестом классе, да и в пятом, кстати говоря, тоже. Дети достаточно хорошо владеют уже техникой. Они могут и в электронном варианте презентации создавать. Но пусть они создадут еще одну иллюстрацию, и тогда в портфолио можно будет положить не два продукта, а три. Ну и седьмой класс, это уже этап третий, отзыв о книге. Мы пишем такие произведения, но почему бы нам не написать и не на родной литературе. Вот в восьмом классе мы предлагаем интервью с писателем. Не только в Красноярске живут писатели, они и в ваших территориях есть, в поселках, в городах. Когда мы встречаемся с учителями, нам рассказывают о писателях. Давайте их приглашать, заранее продумать, какие вопросы задать, организовать фотосъемку, видеосъемку. Школьникам всегда это интересно. И опять же это все ляжет в портфолио. И помимо этого еще можно положить будет туда иллюстрацию, туда еще можно положить будет одно письмо герою или еще один отзыв о книге. То есть можно не пять продуктов к девятому классу положить в портфельчик, а больше. Лишь бы дети наши хотели этим заниматься. Но это, коллеги, зависит уже от нас с вами. Итак, к девятому классу мы с вами подходим практически с готовым портфолио, который называется «Искусство быть читателем». Больной очень вопрос по поводу учебников. Учебников пока нет. И есть учебное пособие. Но учебное пособие издательств, например, издательство «Просвещение», издательство «Русское слово» мы имеем право использовать наряду с учебниками. Есть приказы, которые нам это право дают. В издательстве «Просвещение» вышли пока два учебника, вернее, учебники для двух классов, так правильнее будет сказать, учебники для пятого класса и для девятого класса. Авторский коллектив вы видите, и вы видите, что некоторые имена вам уже знакомы по учебникам русского родного языка. Я прекрасно понимаю, что сейчас, вот прям быстро-быстро, мы не сумеем обеспечить каждого ученика учебниками или учебными пособиями. Дай Бог, чтобы это произошло к сентябрю, к следующему учебному году. Для себя мы эти учебники можем приобрести. Вот здесь табличка, здесь контакты людей из издательства «Просвещение», которые занимаются распространением учебной литературы. Цена достаточно высока. Если мне не изменяет память, по-моему, 411 рублей стоит учебник для пятого класса. Поинтересуйтесь, коллеги, пожалуйста. Зайдите в магазин издательства «Просвещение» и посмотрите. Если нет возможности купить учебник сейчас, мы хотя бы будем с вами пользоваться программой и пользоваться тем ресурсом, который я вам представила для вариативной части программы. Конечно, трудностей впереди немало, но эти трудности мы все-таки с вами совместно попытаемся пережить. Самое главное – начать. Начинать всегда сложно. Всегда сложно. Но мы сможем. Русский родной язык ввели, преподавание уже идет, идет плавно, и родную литературу также точно введем, и все у нас будет хорошо. Основные вопросы, которые задают и задают часто, я разместила на этом слайде. На какие-то вопросы я уже сейчас в ходе своего выступления ответила. Например, вот на первый вопрос, сколько часов предлагается в нашем крае, откуда эти часы брать и так далее. Про учебное пособие, да, мы имеем их право использовать. Про итоговые продукты. Отметки, естественно, тоже выставляются. И последний вопрос. Что делать с родной литературой в 10 классе? Ну, прежде всего, первое. В 10 классе и в 11 классе вы можете выбрать из предметной области родной язык, родная литература, только один предмет. Вы можете ввести либо родной русский, либо родную литературу. Вы можете ввести и родной русский, и родную литературу. Пока федеральной программы для 10-11 класса, естественно, нет. Но вот в этот переходный период, и это одобрено федерацией в том числе и составителями программы, каким путем мы можем с вами пойти? Мы можем взять, если вы, естественно, хотите вводить предмет в 10 классе, мы можем взять программу для 9 класса, учебник для 9 класса и в 10 по этой программе, по этому учебнику ввести преподавание. Вы можете написать собственную программу, утвердить ее локальными школьными актами и таким образом работать. Ну или родной русский язык, здесь уже тоже на ваше усмотрение. Чем еще мы можем помочь, кроме методических рекомендаций? На нашей кафедре в Институте повышения квалификации разработана программа повышения квалификации. Называется она «Преподавание родного языка русского и родной литературы русской в основной и старшей школе». 48 часов. Очное преподавание. Мы все очень надеемся, что преподавание будет очным в апреле и мае. Три группы уже набрано, но если появятся еще желающие, вы можете, коллеги, заявиться. Мы никому не откажем, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас это очень актуально и для многих учителей представляет сложность. Если будут какие-то вопросы еще дополнительные, если захотите зарегистрироваться на программу, почта на слайде, можете обращаться, можете писать на все вопросы. Я всегда отвечаю, всегда откликаюсь. Я думаю, что все-таки основные вопросы были рассмотрены, и я сейчас пройдусь по тем вопросам, которые вы прописали в чате. Можно ли брать произведения из учебников литературы Красноярского края в начальной школе при планировании уроков? Коллеги, старые учебники, автор Татьяна Аврамовна Хараброва, наверное, я поняла, об этих учебниках вы говорите сейчас, они остались в школах. Запасливые учителя не выбрасывают. Это очень ценный материал, это замечательный материал. Конечно, оттуда произведения брать можно. Пользоваться этим можно текстами произведений, и не только текстами. Система заданий, например, система вопросов. Я вот не знаю, как в начальной школе, честно говоря, я говорю сейчас про 5, 6 и 7 класс. Были выпущены Татьяна Аврамовна именно эти учебники. Тексты там есть, правда, не всех произведений. И неплохие очень вопросы и задания к ним, потому что уже тогда Татьяна Аврамовна создавала свой учебник в деятельностном подходе. И вот этой воспитательной роли литературы было уделено огромное внимание. Пользуйтесь, берите. Про начальную школу, к сожалению, сказать не могу, но про 5, 6, 7 класс сказать могу. И если вы приедете к нам на курсы, у нас есть рабочие тетради, которые делали учителя еще к тому предмету. Литература Красноярского края. Оттуда тоже можно брать какие-то задания интересные. Мы, конечно же, всем этим поделимся. Ну вот пока ревизию не проводили, но обязательно проведем и вам поможем. Так, обязательно ли должны вестись уроки по родной литературе в каждой школе? Обязательно должны вестись уроки в 5-9 классе. Это требование. Поэтому, коллеги, включайтесь в эту работу. Планируется ли проведение по программе литературное чтение в начальной школе? Коллеги, вот очень много вопросов по начальной школе. Я, к сожалению, вам ничем помочь не могу. Я занимаюсь средней и старшей школой. Так, книги красноярских писателей можно скачать в электронном виде. newslab.ru да, можно, можно. Ну вот, кто в чате сейчас читает сообщение, я думаю, этот адрес возьмут. Спасибо. Это Наталье Лукьяновой отдельное спасибо за подсказку. Как выходить учителю из положения, если нет учебников? Ну, коллеги, я уже про это сказала. Можно использовать старые учебники, брать тексты оттуда. Интернет нам в помощь. И ресурс Красноярской краевой библиотеки. Уроки разрабатываем сами. Ждем учебники. Коллеги, этот период нам нужно с вами пережить с наименьшими потерями. По начальной школе уже сказала. Обращайтесь именно на кафедру начального образования. Презентацию рассылать, естественно, мы не будем, но она будет у вас. Вы можете спокойно еще раз пересмотреть вебинар. Вы можете скачать презентацию на сайте ИПК в разделе вебинары. Вторник, среда, все будет опубликовано. Если что-то у вас не получится, вы можете мне написать. Адрес есть, вы его видите, и я вам уже тогда помогу. Об Отечественной войне говорим при изучении Бородино, Волк на Псарне. Это не дублирование, коллеги. Это поддержка, это сопровождение. Произведения уже другие. Как прописывать УМК? Ну, УМК пока в рабочей программе не прописываете. Рабочая программа – это инструмент, который вы можете корректировать, редактировать. Поэтому пока не прописываете. Но что делать? Мы сейчас все в таком состоянии, в таком положении. Как скоро появятся учебники? Про учебники я уже сказала. Школа может их заказывать. Пока это учебное пособие, но они перейдут в статус учебника обязательно, потому что процедура требует времени. Но, насколько я поняла, учебники достаточно содержательные в просвещении. Мы сейчас ждем выхода учебников издательства «Русское слово». Они пока еще, что называется, в процессе изготовления, в процессе составления. У нас с вами должен быть выбор. Не бывает так, чтобы были представлены только учебники одного издательства. «Русское слово» точно, «Просвещение» точно, и там дальше уже будем выбирать. Так. Проблем с наличием текстов нет. В интернете найти все можно. Интернет нам в помощь. Старые книги, да. Старые книги можете использовать, но переиздаваться эти пособия точно не будут, потому что они созданы под другой предмет, и адаптации не будет. Мы говорим только о вариативной части, поэтому, как вариант, вам в помощь. Вот текстовая база на странице Краевой детской библиотеки. Оцениваются знания обучающихся так же точно, как и по предмету литература. Вы ставите отметки. Про первый класс, новые вопросы, коллеги. Я вижу, что у начальной школы, у учителей начальных классов очень много вопросов, поэтому обращайтесь, пожалуйста, на свою кафедру. в кафедру начального образования. Так, вот сейчас... Сейчас, секундочку, я еще раз посмотрю, да, ваши вопросы. На сайте НРК Красноярский и Хрестоматия по литературе края. Ну, возможно, не знаю, честно говоря, я про этот ресурс. Так, текущее оценивание на уроках производится отметками. Ну, да, если мы потом с вами в аттестат должны выставить отметку. Отметки, они детям понятны, и нам с вами понятны. Первый класс, коллеги, снова не отвечаю на эти вопросы, потому что я про первый класс, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, пособие, да, все, про пособие уже, наверное, все сказала. Коллеги, я понимаю, понимаю вашу озабоченность, я понимаю вашу тревожность, но давайте начнем. Давайте начнем, отталкиваясь от того, что есть, а есть у нас сейчас уже немало. В прошлом году нам было гораздо сложнее, потому что у нас не было ни программы, ни учебных пособий, у нас не было ничего. Нам приходилось самим разрабатывать программу. Кто-то брал программу ИПК, кто-то сам программу разрабатывал. Сейчас у нас уже есть федеральная программа, сейчас уже у нас есть видение, в какую сторону двигаться. У нас есть понимание, что с этой программой делать, чем наполнять вариативный компонент. У нас есть ресурс библиотеки красноярской для наполнения вариативного компонента. Пользуйтесь старыми пособиями. Да, почему бы и нет, там очень хороший материал. Сейчас нам уже легче. Давайте делать вот эти первые шаги, и все у нас с вами получится. Пишите, задавайте вопросы, приезжайте на курсы. Вместе будем разрабатывать с вами уроки, вместе будем думать, как преподавать предмет, какие произведения оставлять, в какие формы занятий будут наиболее эффективными, наиболее оптимальными. И такая программа максимум для нас, это, конечно, вот с Екатериной Игоревной Шевчуговой, которая отвечает у нас на кафедре за введение родного русского языка. Это создание сборника уроков, занятий, которые вы могли бы использовать в своей практике. Поэтому, коллеги, вам всем сил и здоровья, творческих успехов, творческого порыва, открытий. У нас теперь есть два предмета. Мы, наверное, с вами счастливые люди, мы богатые люди, у нас две литературы, плюс к ним добавляется еще два русских языка. Поэтому давайте начинать небольшими шажками, но уверенно двигаться в будущее. Ну, как я вижу, больше вопросов нет. Есть вопросы еще? Так, вот сюда, да, вопросы. Так, сейчас, секундочку. Вот здесь, да? Не велся предмет, нужно начинать. Так, ну вот сейчас я немножко еще... Ага, все, вижу, 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 да. Я очень рада, вот Марина Малышева пишет, что многое прояснилось, есть понимание цельности. Да, коллеги, нужно просто вчитаться в программу. Так, спокойно сесть, обдумать все. И я думаю, вы увидите логику в предмете, в преподавании двух предметов. У меня, вот честно говоря, тоже понимание цельности наконец-то уже сложилось, и я уже вижу, как дальше идти. Я думаю, мы с вами вместе, дружно пойдем. Не велся предмет. Так, если родная литература ведется с шестого класса, в пятом классе, в прошлом не велся, необходимо начинать программу для пятого класса, то есть для первого года обучения. Ну, вообще, коллеги, конечно, логично начинать с пятого класса и пятый класс обучать по программе пятого класса. Но если в вашей школе так случилось, берите программу шестого класса, параллельте ее с основным курсом литературы. Я не думаю, что прям вот обязательно нужно начинать тогда уже в вашем случае с пятого класса. Шестой класс литературы и шестой класс родной литературы. Ну, все будет достаточно логично. Так, в пятом классе нельзя весь учебный год вести родной русский язык. Полгода родной русский, полгода родная литература. Коллеги, я уже в самом начале говорила о том, что школа сама принимает решение, как вести эти два предмета. Вы можете весь год работать с родным русским языком, а потом весь год работать с родной русской литературой. Вы можете два с половиной года преподавать родной русский язык, потом два с половиной года родную литературу. Вы сами вместе со своей администрацией на методических советах принимаете решение. Я говорю только о своем видении. Мне кажется все-таки логично. 0,5 литература, 0,5 русский, коль мы уже говорим о том, что предметы родной, родная литература и родной русский сопровождают, дополняют предметы русский язык и литература. Так будет логично и так, наверное, будет правильно, и мы не запутаем детей. Так, очень ценные всегда рекомендации наших преподавателей. Коллеги, спасибо вам большое. Не сразу получилось подключиться. Программу по литературе и языку вы возьмете на сайте в госреестра, на первых слайдах моей презентации адрес есть, активная ссылочка есть. Скачивайте оттуда, там все, коллеги, в разных вариантах. Спасибо, коллеги, за то, что вам, да, за ваши отзывы, за ваши слова. Я благодарю вас, и вот вижу, больше вопросов нет, поэтому мы на сегодня с вами прощаемся. Ну и я готова всегда откликнуться, готова оказать помощь, абсолютно не стесняясь. Пишите, пожалуйста, и будем мы с вами дальше уже работать. Если у вас появился какой-то интересный опыт уже в преподавании родной литературы, если есть какие-то интересные находки или мысли, и я очень вас прошу быть щедрыми и делиться. Мы с вами стараемся всем делиться, всеми нашими открытиями. Я к этому же сам призываю нас. Нам всем сейчас очень непросто, поэтому если мы будем открыты, и если мы будем с вами сотрудничать, то все будет замечательно, и все будет легко. Поэтому всем до свидания, встретимся на курсах, встретимся на семинарах, приезжайте, пожалуйста, мы вас очень ждем. До свидания. Продолжение следует...